Добрый день, уважаемые мэристи! Спасибо, что пришли, что пригласили. Сегодня у нас такой знаменательный день. Мы собрали отборную, молодежь отборная, с чистого листа, с нового листа. Мы пришли и хотим сказать сразу наперед, что мы всегда открыты для вас. Мы готовы к общению всегда, мы не закрыты. Что касается от нас, хотите, пожалуйста, всегда. Мы для вас, одним словом, открыты и готовы к общению. Если есть вопросы, я с удовольствием ответим, всегда напишите. Перехвата монастыряна, называйтесь в качественном адресом на питание. Евгений Сачук, информационный портал Фудпункт. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете уровень соперников, которые будут на предстоящей турнире в Турции? Насколько они позволяют проверить подготовность сборной? Как Вы сопоставили их с уровнем соперников, которые будут в отборе? Спасибо. Я Вам скажу сразу, что мы не смотрим на уровень соперников, мы смотрим на себя. Для нас это больше, да, знакомительное знакомство с ребятами. Наши требования, ребятам, мы все же готовим. Что мы хотим видеть от ребят, какой уровень мы хотим видеть. И, в общем, больше мы ориентируемся на себя, но никак не на соперников. Для нас, скажу откровенно, когда это может быть турнирная точка зрения и важно однозначно, в общем, каждый уровень мы хотим играть. Но приоритет у нас – это мы, наша игра, и признакомиться с каждым футболистом и так далее. Дали. И последний футбол, Ирслав Петрович, но Ваш спрят, например, в Шборной, какая фурная школа в Украине самая стильная по работе с молодежью? Спасибо. У нас достаточно талантливой молодежи, скажу вам честно, но, наверное, вся талантливая молодежь сегодня практически забирает «Динамо» и «Шахтер». Это факт. Поэтому таланты есть и все, как и в Украине. У нас сегодняшняя молодежь отборная показатель. У нас практически все клубы предоставлены ребятами из «Премьерли» или «Тутли» и даже из «Заграни». Поэтому, я думаю, что для нас не далеко, если вы имеете в виду, что какая-то команда и талантливая молодежь. Мы смотрим на всех и если нам подходит этот концепт наш, то мы будем работать. Спасибо за вопрос. Ответ простой. Для нас есть приоритет и, в первую очередь, мы хотим готовить ребят в национальном сбору. Поэтому мы будем максимально приближенной к национальному сбору. Мы к этому будем заниматься, работать и брать пример со старшим. У нас было собрание тренировок буквально месяц назад. И все тренировки, вся структура сборных услышала, скажем так, тренировок, который хотел бы увидеть главный тренер, чтобы именно футболисты были готовы. Да, посмотри-ка под демонстром. Служенческая сборная молодежь и национальная молодежь. Да, да. Причем мы так устроим. Еще главному тренеру два вопроса. Вопрос первый относительно Биленкова, его нет в списке, скажите о нем. И второй вопрос относительно легионеров. Лебеденко мы знаем, а Белованова, Сердюка, Резье, для нас как новой лиц, скажите о нем пару слов. Ну, что касается Биленкова, мы следим за ним. Хотелось бы, конечно, чтобы была игровая практика у него больше, так как он практически не играет. Поэтому на этот сбор он вызвано. Но он у нас в обойме однозначно. То есть мы на него рассчитываем. Я думаю, это хорошее уровень однозначно. Он нам может помочь, но это нужно, конечно же, играть практику. Что касается Милованова. Это, скажем так, наша находка. Как вы знаете, в сборной существует определенная проблема с правым защитником. Мы, скажем так, поискали и вот нашли пополиста в сборнинге. Он, который подходит под наши требования и готов играть, самое главное, на самом сборном. Достаточно хорошие отзывы услышали от испанских специалистов, от тренеров сборнинга. От первой команды. Поэтому мы на него рассчитываем. Кого еще? Вопрос? Резье. Значит, по Резье этот парень прошел в юношеских сборных. Достаточно сильный футболист. Хорошее качество. Но по некоторым причинам он сейчас играет в клуб «Кошице». Но достаточно хорошо играет. И самое главное, если мы играли обратно, то в будущем это потенциальный, очень хорошего клуба и национальный сбор. Поэтому...